Кто тот, кто помогает тебе в любой ситуации? Кто тот, кто исцеляет, исцелил тебя? Дальше, когда мы возьмем говорить Иисуса, хочу, чтобы вы сказали так. Иисус, подними глаза наверх и покажи наверх. Кто тебя исцелил, спас? Кто тебе помогает каждый день? Кто тот, кто рядом сейчас здесь с тобой? Иисус. Кто единственный царь? Иисус. Кто врач? Кто всемогущий Бог? Кому нет ничего невозможного? Иисусу. Кто тот, кто хочет помочь тебе сегодня сейчас здесь? Иисус. Есть ли нерешенные проблемы у Иисуса? Есть ли какие-то проблемы, которые можешь не решать? Нет. Но почему тогда? Эти проблемы иногда не решаются. Церковь. Почему? Иисус виноват в этом? Он врал в Своем условии? Нет. Никогда. Значит, вину нужно искать в себе самим. И сегодня мы будем говорить. Мы поняли, что у Иисуса нет нерешаемых проблем и ситуаций, которые Иисус не мог бы решить. И нет таких болезней, которые Бог не мог бы исцелить. Слышишь? Нет таких болезней. И Богу нету маленьких или больших проблем. У Бога есть просто проблемы, которые Он приходит и решает в твоей жизни. Нам иногда кажется, что проблема такая большая, и никто никогда не может решить. У Бога нету больших или маленьких проблем. У Бога есть просто проблемы, которые Он решает. Какой ситуации бы ты сегодня не был? Какой яме бы ты не был сегодня? Извиняюсь. Какой задницей ты не был бы? Неважно, как глубоко ты не был бы. Сейчас я обычно таких слов не использую, но молодежь любит эти слова. Где бы ты не был? Неважно, какой глубокой, и печальной ситуации ты не находился бы. Может быть, ты согрешил. У тебя кажется, что нету путей назад к Богу. То ты знаешь, что Иисус говорит тебе, что Он хочет помочь тебе. Он хочет решить именно твою проблему. Скажи мою проблему. Он хочет решить твою ситуацию. Он хочет решить твою проблему. Потому что Божье Слово Матвея 11.28 написано очень популярное местописание. Здесь написано, придите сюда ко мне все, кто беден и печален. Я хочу облегчить вас. И название будет «Приходите ко мне все». И многоточие. Приходите сюда, ко мне все. Куда тебе надо идти, когда у тебя проблемы? Куда тебе нужно идти, когда у тебя нестеленная болезнь или когда у тебя исцеляемая болезнь? Кому тебе нужно обращаться? Когда тебе кажется, что весь мир против тебя. И все валится, разваливается. И ноги спотыкаются. Ты не знаешь, куда идти. Может быть, ты с утра просыпаешься. И ты думаешь, о Боже, почему я проснулся? Или проснулась. Почему я не мог еще спать? Ты открываешь глаза, ты видишь потолок. И ты думаешь, в моей жизни ничего больше нельзя изменить, потому что у меня это неисцеляемая болезнь. Может быть, ты думаешь, что ты в такой ситуации, где никто не может тебе помочь. Куда тебе нужно идти в этот момент? В этом стихе, где написано «Приходите ко мне все». Тебе нужно идти к Иисусу, к Божьему человеку. Тебе нужно идти к домашней группе, к своему лидеру на служение. Тебе нужно идти к Богу. Мы христиане часто, знаете, как делаем? Когда у тебя какая-то проблема? Ты только пришел от врача, и врач тебе сказал какой-то диагноз. Первое, что ты сделаешь, часть из нас сделали уже так. Ты пишешь в Гугле свою болезнь, например. Любую болезнь. Ты вписываешь в Гугле, потому что ты пытаешься понять, что это за болезнь вообще. Потому что в кабинете врача ты не понял этого диагноза. Во-вторых, ты хочешь понять, как эту болезнь лечит. В-третьих, ты уже планируешь, с каким специалистом идти. Первое, что мы делаем, мы ищем информацию. Везде, где только можно. У друзей. Мы спрашиваем совета. Но первое, что нам нужно было бы идти, нужно идти к Иисусу со своей проблемой, со своей ситуацией. Потому что, чтобы найти хорошего специалиста, хорошего врача и медика, тебе нужен Божье вождение. Согласишься, потому что так много говорят, этому нравится. Этот врач, этому другое. Тебе нужно вождение от Господа. Поэтому нужно идти к Иисусу. Многих, когда проблемы, где они ищут проблему? Где они ищут решения? В алкоголе, в наркотиках, в никотине, в порнографии. Тебе не нужно идти на порнографические сайты. Тебе нужно идти к Иисусу. Тебе там нужно искать убеждения. Тебе не нужно искать противоположный пол, который может удовлетворить твои проблемы. Тебе нужно идти к Иисусу, когда у тебя проблемы и трудности. Тебе нужно идти к Богу каждый раз, каждое мгновение. Конечно, проблемы мы сами решаем, сами ищем ответы, сами приближаемся к Богу. Но иногда такие проблемы, что у тебя руки опускаются. И ты понимаешь, что ты полностью ничего не можешь делать. Ты полностью бессильный. И ты знаешь, что только Иисус может помочь. Только Иисус может исцелить. И смотри, что написано в Псалме 17.3. Господь мой, Господь мой, Скала твой Бог, сильный и всемогущий. Здесь дальше написано, Он твой город, Он твой спаситель, Он твой сильный Господь. Псалме 17.2.3. В Псалме так же написано, действительно, Он мой, моя скала. И написано, Он скала, Он мой помощник, моя убежище. Я не буду сомневаться. Когда тебе тяжелая ситуация, не сомневайся, не сомневайся. Доверься Богу, что бы не было бы. Какие бы волны тебя не носили, не сомневайся, только Он твоя скала, твое убежище и твоя помощь. Слышишь? Ты никогда не будешь свергнут. Если ты доверишься Богу, если ты не будешь сомневаться, ты не будешь свергнут. Ты выйдешь через все эти ситуации с поднятой головой, потому что ты рожден, чтобы ты рожден, чтобы ты рожден, чтобы скажи с уверенностью, что ты победитель, что ты рожден, чтобы побеждать. Ты не родился для того, чтобы быть каким-то мямлей, но чтобы быть победителем, хоть и иногда. Но ты чувствуешь себя не очень, как победитель. Но все же ты можешь ощутить себя никак, но ты рожден, чтобы победить. И из этой ситуации ты выйдешь, знаешь как, с поднятой головой. Если ты будешь доверять Иисусу, ты выйдешь из этой ситуации с поднятой головой, как победитель. И если дьявол хочет забрать всякие-то сферы, если он забрал какие-то вещи, то знай, что ты пойдешь и возьмешь обратно. Ты понимаешь? Ты пойдешь и завоюешь эту землю. Может быть, дьявол тебя забрал, когда ты живешь без Бога, или когда ты уже был с Иисусом. Какие-то грехи делаешь, ты потерял что-то. Может быть, какую-то болезнь ты добыл. Но знаешь, что Бог хочет помочь тебе вернуть это назад, и ты получишь это назад. У нас дома, во всей семье, конечно, в первом очереди моему мужу нам нравится очень хороший звук. И в связи с этим у нас весь дом, во всех комнатах хороший звук, хорошие колонки и так же само в нашей комнате, там, где я работаю, я в основном нахожусь. У мужа, конечно, самый лучший звук. Там такие колонки, что там просто наслаждаясь, можно сидеть и слушать эти звуки. На нашей комнате тоже хорошие колонки, очень хороший усилитель. Мне очень нравится этот звук. И мы решили что-то поменять, что-то поменять, решить изменить. И получилось так, что эти колонки, которые я слушаю, нужно было бы ставить в гостиную. Мне так сильно не хотелось. Мне на место даются такие же хорошие колонки, но нам не нравится так сильно тот звук, который в тех колонках. И вот один день мы унесли эти колонки в ту комнату и в нашу комнату другие колонки поставили. Я ничего не говорила, на меня не было такое, что-то меня очень сильно радовалось. Я представляю, что тебе дают что-то похуже, но тебе же хочется всегда лучше и лучше. Но до этого эти колонки были в его комнатке. И я ему сказала, как бы я хотела эти колонки, как бы я хотела бы эти усилители. Говорю своему мужу, когда ты в моей комнате будут эти колонки, этот усилитель. Конечно, в тот момент казалось, это невероятно, невозможно. Как ты думаешь, прошло недолгое время, эти колонки были в моей комнате и усилитель. И вот пару дней унесли в другую комнату и проходит один или два дня, что-то меняет. Не тот звук, который надо. И мои любимые колонки возвращают назад в мою комнату. И мне в сердце зажглось что-то. Я поняла, что я все получу то, что мне принадлежит. Я не говорю, что это такая ситуация, это просто как пример. Но ты знаешь, что ты все получишь назад, то, что тебя отобрали. Все, скажи все. Ты все получишь назад. Чтобы тебе дьявол не забрал бы и не украл бы, ты пойдешь и возьмешь обратно. Ты посмотришь в глаза дьявола. Ты можешь же сейчас это сделать. Посмотри в глаза дьявола и сказать в себе, что ты возьмешь назад то, что украли у тебя, потому что ты победитель. Ты можешь все. Богу нет мне решенных ситуаций и проблем. И в моей жизни. Уже несколько лет у меня была невероятная болезнь. В тот момент я не знала, что Бог исцеляет. У меня болела одна рука. И она болела так сильно, что мешала мне на работе, мешала работать. И мне приходилось идти к врачу. И этот врач мне сказал, нужно красную ниточку одевать и пройдет, какие-то мази мазать. Пройдет. Но ничего не проходило. Болезнь продолжала прогрессировать. Потом уже шла к умным очень большим врачам в Ригу к разным специалистам. Один говорил, что нужно в гипс сложил, другой говорит, нужно оперировать. Интересно было то, что никто из этих врачей не мог сказать диагноз моей болезни. Я в то время уже больше и больше приближалась к Богу, еще больше и больше росла в Боге и поняла, что Бог исцеляет, потому что христиане это те люди, которые думают, что они исцеляют в наше время. Я узнала, что исцеляют. И в тот момент эта болезнь уже весь организм завоевала. И мне уже начала болеть спина и нога и вторая рука. И было очень много вещей, которые нужно было сделать, но я из-за этой болезни не могла их сделать. И поэтому мне приходилось эту работу бросить и искать другую работу. И с этой проблемой я пришла к Богу. Я просила у Него решения. Я Ему сказала, исцели меня. И уже долго за меня молились. За меня молился пастор, за меня молился мой муж. Мы молились, мы вместе молились против того момента, как Бог сверхъестественным образом в одно мгновение полностью исцелил от этой болезни. Потому что тогда я поняла, что у врача нет смысла идти, потому что они могут помочь, они могут исцелить эту болезнь. И, конечно, после этого приближаясь к Богу больше, я поняла, что в Библии есть такое пришествие, где одна женщина очень много лет у нее было бессилие. И она все время была согнута и не могла выпрямиться. Я поняла, что у меня этот бессильный дух, который... У меня нету дела с этим плотью, но с злым духом, бессильным духом. И мы становились молитвой, и Бог исцелил. Это не произошло в один день. Может быть, вся есть проблема. Ты молишься, и тебе кажется, что нет решения. Эта болезнь больше и больше прогрессирует. Нет ответов на твою проблему. Не останавливайся молиться, продолжай молиться и доверяй Богу. У Бога есть решение. Доверься Ему. Иди к Иисусу. Иди со своей проблемой. Как эта вдова в Библии написано «Иди к судьям». Все время иди. Она мешала Иисусу, мешала. Ты не мешаешь. Он ждет это мгновение, когда ты придешь с своей проблемой, когда ты придешь с своей ситуацией. Скажи Ему каждый день «Иди и видишь». Тебе нужно увидеть, что этот ответ уже идет в пути, что не нужно будет долго ждать. Тебе нужно уже видеть этот ответ, когда ты сможешь поблагодарить Его за это. Он уже приготовил ответ. У него уже есть. Увидь это. Смотри шире. Смотри шире. Те лидеры, которые сегодня решили открыть свои домашние группки, конечно, у вас волнение, конечно, у вас переживание, но увидь уже сейчас свою домашнюю группу сегодня. Увидь, что она полная группа людей. Те, которые долго ведут свою группу. Если у тебя большой галяв и не растет эта группа, увидь, что твоя группа растет. Увидь, что она в быстром времени вырастает и полная людей. Увидь, что ты вводишь лидерскую группу, что у тебя сто группок. Смотри шире. Увидь. Смотри. Потому что Бог говорит, смотри. Евреям 11.1 написано. Вера. Это уверенность о невиданных вещах. Может быть, у тебя еще есть это полезно, но ты уверен, что ты исцелен, что ты свободен, что ты освобожден. И придет ответ. Доверься Богу. Доверься Богу. Псалом 2.6 написано. Если отец и мать меня оставят, то Господь принимает меня. В другой месте написано. Если и отец, и мать оставят, я тебя никогда не оставлю, никогда не брошу. Иисус никогда тебя не оставит. Он никогда не бросит тебя. Он всегда примет тебя. Какой бы ты ситуации не был бы. Что бы ты ни сделал бы. Он всегда принимает. Только если ты приходишь к Нему. И, конечно, в Евреях написано 10.6. Если мы специально грешим, то нет уже больше жертвы над грехами. Потому что мы решаем, что мы сейчас будем грешить. Я не буду бороться против своего греха. Но я хочу так, и я буду грешить. Ну вот хочу и грешу. Но, конечно, тогда жертва за грех уже не действует. Но если ты борешься против своего греха, если ты борешься против этой болезни, то Бог приходит, и Его сила, она проявляется в твоей бессилии. Когда у тебя такое бессилие, что тебе кажется, что ты не можешь, не можешь больше ничего сделать, то знаешь, что Божья сила величие проявляется в твоей бессилии. Пару лет назад один лидер группки звонит и говорит, «Все, у меня такое бессилие, я больше не могу, у меня эта группа не растет, я не могу, я не хочу больше водить, я не могу больше это выдержать». Я пыталась как-то ее уговорить, я говорю, «Иисус поможет тебе, продолжай делать то, что ты начала уже, продолжай». Она послушалась, начала продолжать, и знаешь, что произошло? Через две недели у нее была полная домашняя группа людей. Может быть, ты хочешь, может быть, ты хочешь опустить руки в последний момент, когда решение уже рядом, он уже ощутил, но ты не видишь, ты еще не ощущаешь, и ты хочешь сдаться? Никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. И сегодня у нее уже лидерская группа. Она вводит только лидерскую группу, а эти лидеры в своей домашней группе. Дальше мы говорим о том, что Иисус хочет помочь тебе, потому что в этой стихе написано, «Хочу облегчить вас». Он хочет вам помочь, но тебе нужно выбрать, хочешь ли ты, чтобы Иисус помог тебе, или ты не хочешь. Мы сейчас посмотрим, здесь на экране будет одна фотография. Вы видите или нет? Маленькая. Там наверху написано, каждый день ты делаешь решение. Мы каждый делаем решение. Ибо два человека едут в одном и том же автобусе. Видишь? Один совершенно грустный. И нос до земли, он ничего не видит. Он видит только темную, обросшую скалу. И в его жизни все закончилось. Смотри на второго человека. Хочется улыбаться, можно увидеть, что там горы, солнце, облака, там победа. Мы все едем. в одном и том же автобусе. Понимаешь? Поверни свой... Человек, поверни свой взгляд в другую сторону. Поверни, пожалуйста, свою колу в другую сторону. Там твоя победа, там твоя ясная небеса. Мы живем все в одном и том же государстве. И большая часть мы живем в одном и том же городе. И один видит, что можно вырасти, а другой не видит возможности выраста. Увидь это решение, увидь эти возможности выраста, доверься Иисусу. И решение будет. И решение будет. Сделай этот выбор. Иисус хочет помочь тебе. Он хочет облегчить тебя. Он хочет тебе дать решение. Посмотрим, что Божья Слава говорит. Матвея 8, 2-4. Там рассказ о одном человеке прокажанной. И мы в одной и той же церкви, если говоря об этой картинке, у нас одни и те же возможности, но видим ли мы их? Этот прокаженный приходит к Иисусу, падает перед Нем и говорит, Господь, если Ты хочешь, Ты можешь меня очистить. Ты можешь в этот момент сказать, Иисус, я прихожу к Тебе. И дальше написано, Иисус вытянул руку, прикоснулся этого прокаженного человека, у которого была эта болезнь, которая остальных тоже заражает. и неисцеляемая болезнь. Это такая болезнь раньше. Прокаженность – это была самая ужасная болезнь, которая могла заразить любого, и никого она не могла, как только ужасные последствия давала. Начинаешь очень много всяких прыщей, которые наполнены гноем. Глаза, они не двигаются, не двигающиеся глаза все опухает, опухает также горло, тяжело дышать, руки и ноги все время гноятся. Он превращается просто в массу гноя и опухолей. И заканчивается психическая болезнь. И потом кома и смерть. Прокаженность может также какие-то части тела больше не ощущать ничего. И так сильно мышцы прекращают двигаться, руки и ноги прекращают сгибаться. И руки, и на руках, и ногах пальцы превращаются, перестают, начинают исчезать. У кого есть такие болезни? Действительно скажу, ни у кого нет таких болезней. Может быть, ты сможешь сказать, на духовные болезни, иногда ужаснее, не как физически, но посмотрим дальше об этой болезни. В конце рука или нога отпадают. Это в своем роде медленная смерть. До 30 лет можно. И человек от сантиметра за сантиметром просто умирает. И у прокаженных было ужасное, но больше углубляется то, что прокаженные, они ведут себя так, будто бы они уже мертвы. У них психологически очень сложная болезнь. До того, как человек узнает, что он прокаженный, его полностью выкидывают из общества. Это была настолько зараженная болезнь, что никто не хотел болеть с ней. Прокаженным нужно было одеваться в одежде, которую нельзя было даже расчесать, потому что сил не было. Ему нужно было обернуться тканей до губ, и нужно было кричать нечисто, нечисто, нечисто. Короче говоря, пастор уже делал служение для таких людей, потому что те люди, им говорили, что они уже мертвы, их уже не воспринимали как людей. В Палестине прокаженным нельзя было выходить из Иерусалима во всех городах, которые вокруг были. Стена для них была маленькая комната 3 метра и 2 метра и называлась Мецеха. Если какой-то прокаженный голову вытаскивал, то этот дом казался даже нечистым и боялись даже поприветствоваться с прокаженным. Нельзя было даже рукой помахать, никому нельзя было прокаженным прийти. Нельзя было 4 раза по 45 сантиметров приближаться где-то 2 метра. Им нельзя было ближе приходить как за 2 метра. Не было никакой другой болезни, которая так изолировала людей от других людей. И вот такого человека прикоснулся Иисус Христос. Он рисковал сам заболеть заболеть от медицинского и его можно было даже судить за то, что он прикоснулся этому нечистому человеку. Представляешь, 2 метра ты идешь и ты кричишь все нечистый, 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 грязный, ободренный. Руки все отходят и еще тебя отвергают. И представляй эту картину. И что дальше происходит? Иисус говорит, Он приходит к Иисусу и говорит, если ты хочешь очисти меня. Интересно, почему Он говорит, если ты хочешь, ты можешь очистить меня? Потому что Он знал, что в то время нельзя было даже подойти. Он знал, что Он отвергнут из общества и Он осмелился прийти своей болезнью к Иисусу, нечистый, грязный. И Он вытянул руку и поэтому сейчас у нас нет вопросов Иисуса. Иисус, если хочешь, можешь исцелить меня. Некоторые говорят, а Иисус, может быть, не хочет тебя исцелять? Может, тебе нужно нести этот крест? Нет, это неправда. Иисус хочет тебя исцелить. Это другая ситуация. Это другой рассказ, не как сегодня. Поэтому Он говорит, если ты хочешь. Иисус Ему говорит, Он вытянул руку, прикоснулся и сказал, я хочу стань очищенным. Он говорит, я хочу, я прикасаюсь, я хочу, стань исцеленным. я хочу, стань свободным, я хочу, стань освобожденным. Иисус сейчас тебе это говорит. Он вытягивает свою руку над тобой и говорит, что Он хочет тебя исцелить, Он хочет тебя освободить, Он хочет тебе помочь, Он хочет решения твоим проблемам вместе с тобой. и Он стал чистым от своей прокаженности сразу же в одно мгновение. Он стал полностью свободным от своей болезни. В другом переводе написано, что Он сразу же стал чистым от своей прокаженности. Сразу же был виден результат, сразу же был виден это решение. Иисус здесь, в этом месте, и Он говорит тебе, Он тебя исцеляет, Он тебя освобождает, Он тебя наполняет. Дальше Иисус говорит, не говори никому, но иди и покажись священникам и принеси жертву. Пусть это будет свидетельством для других людей. Ты свидетельство миру, ты свидетельство каждому человеку. Мы свидетельство друг к другу. Бог освободил нас от разных прокаженностей. от разных болезней, от разных болезней. И здесь, мы здесь недавно слышали впереди свидетельство, что Агита свидетельствовала от этих страхов. У нее с детства были эти страхи. И когда они прошли, она везде искала решение и помощь. Когда пришло решение, когда она пришла к Иисусу, тогда пришло решение. Тогда пришло решение. о свидетельстве. Служи людям. Служи Богу. Стань свидетельством. Прошлое. Раз вы слышали свидетельство, как и Неса рассказывала, что у нее недавно врач открыл, что у нее киста 10 сантиметров. Когда я это узнала, я была в шоке. У меня открылся рот, и знаешь, что это значит? 10 сантиметров. 10 сантиметров. Это примерно мой кулак. Мой кулак небольшой, но представь себе, внутри такой большой вырост человека. И она ощущала это, она ощущала эти симптомы. У нее были большие проблемы со здоровьем, она еле-еле могла передвигаться, она даже в болезни жила. Ей сказали, что нужно сделать операцию, там нет решений. И об этом молились за группки, и она верила за это. Она видела это решение. Еще в то воскресенье я говорила, Инесси, у тебя еще есть симптомы? Она говорит, есть. Она говорит, у тебя нет никаких симптомов, понимаешь, прекрати, устроить себя больной. Говорит, да, прекращаю болезнь, у меня нет симптомов. Если у тебя есть какие-то симптомы, перестань. Стройте себя, будто бы ты больной. Ты стелен, ты освобожден. Иисус уже заплатил за тебя полный цен. И Инесса верила в это. И знаешь, что она продолжала делать в своей болезни? Как ты думаешь, что Инесса продолжала делать? Она верный человек в церкви. Может быть, просто спать, жалеть, и говорить, я болею, я не могу вести грубку, я не могу в церкви каких-то сделать, но она последними силами делала те, то, что ей Бог доверил. Последними силами. И казалось, что она сейчас упадет в обморок. И в четверг ей нужно было к врачу, и мы в воскресенье еще ходили, не строя себе больную. И она говорила, да, я здорово. Я уже знала, сколько примерно она пойдет к врачу, и как у тебя дела, и как ты в очередь истишь. И действительно, произошло так, как она верила. Когда она прислала мне ответы, что все пропало, что 10 сантиметров вырос, и казалось, уже с медицинского точки зрения, она начинает еще больше расти, но если тебе симптомы, ты можешь ощутить эти 10 сантиметров. И ты в четверг ее нету? Это чудо. Так невозможно. Когда я это узнала, я сразу же говорила, слава Богу. У меня сразу же слезы начали течь от счастья, какой Бог всемогущий. У него нет нерешаемых проблем. Он может вытащить такую кисту в любое мгновение, в один момент, просто ее больше нету. Никаких операций не нужно делать, потому что Бог врач. Он тот, кто исцеляет. Мы не говорим, что к врачам не нужно ходить, но мы говорим, что, как наш пастор говорит, что действительно к врачу нужно идти только к хорошим профессионалам, которых очень мало на самом деле. Есть решение твоим проблемам. Есть. Знаешь, как часто люди делают? Они не отдают свою проблему Богу. Они держат свою проблему при себе и не отдают Иисусу, и поэтому нету решений. Или Он просто сидит и ноет, ноет только о своей проблеме. Они видят других нужды, что у других людей тоже есть нужды, что другим тоже нужно служить. Если давно нет ответа на твои молитвы, на твои нужды, то начни служить другим людям. Может быть, это и не проблема. Смотри, анекдот. Что такое больно? Один говорит, больно это тогда. Представь себе, если ты спишь на спине, представь, что ты спишь на спине, что ты делаешь с телефоном вечером, тебе идет, приходит сон, ты зеваешь, и вдруг телефон падает тебе на лицо. Один говорит, что тогда больно. Может быть, тебе кажется, что тебе очень больно. У тебя большая проблема, и никто не знает, как ты себя чувствуешь. Эти меня не любят, тебя отвергают. Начни служить людям. Ты увидишь, какие проблемы у других людей здесь, за стеной. Ты увидишь, что у них намного больше проблемы, чем у тебя. И начиная служить им, Бог будет твои проблемы решать. Иисус хочет исцелить. Он хочет тебе помочь, но даешь ли ты помочь себе? Например, простой человек, такой же, как ты и я, и я. И вот это ее проблема. Она держит свою проблему. Нет, давай ни одному. Нет, давай ни одному. И ей говорят, но Иисус может дать тебе решение, хочет помочь тебе, но парсуне. Нет, не может помочь. Но почему у меня нет этого ответа? Но и приходит Иисус, он хочет взять эту проблему, но она не дает. не дает. Смотри, смотри, но это у нее еще одна проблема. Иисус идет, ну как мне моя дочка, когда она наконец поймет, что я хочу исцелить. И приходит дьявол и говорит, ты парсуне, ты не доверяйся, не доверяйся. Иисус не хочет исцелить. Христиан, посмотри, и христианин может тебе сказать, Божьи слова говорят, пусть происходит по Божьей воле, а вдруг это не Божья воля, это твой крест, который сгибает тебя до земли, что ты не можешь пойти. Возьми еще одну проблему, тебе нужна еще одна проблема, у тебя есть крест, тебе нужно нести его. И знаешь, почему нужно крести? Потому что ты грешила, так много грешила, у тебя столько грехов, грехов много. И может быть, ты хочешь сказать, он скажет, подожди, 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 ты тогда уже была с Иисусом, и ты согрешила, и ты впала в грех, помнишь? И здесь рядом стоит Иисус, он говорит, Иисус говорит, Отец говорит, моя милость очищает тебя, освободит тебя, не живи в меня, эти проблемы отдай мне, как важно эти проблемы отдать мне, отдает Иисусу. Иисус, конечно, все может понести, потому что у него есть сила и власть, и он тот, кто исцеляет нас. И вот Парсу теперь счастлива, она может поднять руки, она исцелена. Но не делай так, христианин, Божий, ребенок, отдайте проблемы Иисусу, потому что он тот, кто исцеляет, и он тот, кто освобождает. он делает тебя свободным, он исцеляет тебя, и тебе нужно хотеть, тебе нужно отдавать, тебе нужно приходить, потому что Парса тоже, мы могли бы сейчас властью забрать эту первую бутылку, никак. Мы бы попросили, чтобы пришли охранники, держали бы ее за руки, за ноги, чтобы Иисус забрал бутылку и сказал бы, она исцелена, но если она этого не хочет, мы знаем, что Иисус никогда так не делает, он никогда не приходит и властью не забирает этот грех. Нет, этот грех мне любимый, ну уходи с своим грехом, ну уходи с ним, с своей болезнью, потому что в противном случае властью он заберет, у него опять будут другие вещи на это, потому что он привык ходить так, понимаешь, он привык, как на этой картинке смотреть в автобусе в это второе окно. Он не привык ходить так и улыбаться и быть радостным, потому что он видит свои проблемы, решения проблем. Какие бы проблемы не были бы, ты пойдешь и завоюешь все эти территории и победишь любую ситуацию, любую проблему. Ты можешь, ты победишь. ты это сделаешь, потому что всемогущий Бог с тобой. Значит, Иисус хочет его отправлять внимание. Тебе нужно прийти к Иисусу. Первый. Второй пункт. Иисус хочет тебя стелить. Матфея 11, 26. Третий пункт. Приходите. Нам нужно прийти к Иисусу, потому что... Почему нужно прийти? Пусть Иисус сам придет ко мне. Зачем мне идти к Нему? Я не приду на служение. Пусть... Смотрю в интернете. Знаешь, что тут анекдот? Когда Иисус придет за своей церковью, те, кто смотрит в интернет, пришлет запись к Нему, тебе нужно прийти к Иисусу, потому что в Иоанна 3, 16 написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый, кто верит в Него, не пропал, не погиб, но вечную жизнь получил. Иисус уже пришел к тебе. Он уже пришел. Поэтому Он уже здесь говорит, приходите ко Мне все нуждающиеся, обремененные. Я хочу успокоить вас. Тебе нужно прийти, тебе нужно понять, что Иисус доступный все время, понимаешь? Когда лидер твоей группы спит, и ты не можешь дозвониться, то Иисус всегда включен телефон. Потому что мы все только люди, и в какое-то мгновение мы недоступны, и это нормальные человеческие факторы. Иисус все время в зоне, Он ждет тебя. Иисус 24 часа в сутки доступный, и 7 дней в неделю. Иисус доступный 365 дней или 366 дней в году. Иисус доступен каждое мгновение, тебе нужно только хотеть, нужно желать и верить, и видеть, что Он тот, кто решает твои проблемы. Конечно, нужно делать правильные вещи. Посмотрим, приходите, представляй, что я Иисус, у меня это благословение большое. Кому нравится Рафаэлла? 7, почти. И представь, Иисус уже пришел, и Он говорит, видишь, где это благословение, ну, приди, возьми, кто хочет Рафаэлла. Тебе нужно прийти. Быстро. Быстро, быстро, быстро. Здесь немного, здесь немного, приходи быстрее. Как вас много, активно. Быстрее, быстрее, быстрее. На маленькие шринике. Давайマзо каијиуе непascal. Бага, ㅋㅋㅋ Иисус! Я, может быть, па-па-па. Кого-каку сатратов. Чего целых два. Молодец. Как классно, что вы были такие активные. И какая у меня была радость видеть, как взрослые бежали. Это так классно. Вы мне помогли проповедовать. Спасибо вам за это. Знаете, когда человеческий разум. Первое, что ты представляешь, то, когда у тебя какая-то ситуация, первое, что ты представляешь, что все самое плохое. Это человек в автобусе у плохого окна. Это ты. Все будет так ужасно. Это болезнь. Если этот диагноз открытый, тебе будет самый плохой вариант. И когда я готовила, я думала, эти взрослые никто не придет. Первое, что я представила. Я думала, слава Богу, что есть дети, они точно побегут. Но Бог такой благ, что сделал так, что и взрослые бежали быстрее, бежали, чем дети. Не осталось даже детям конфет. И вот это была неправильная мысль. А у вас, друзья, вот у нас так же, когда есть какие-то проблемы, ситуации, мы думаем самое плохое, не думая, все самое плохое. Представьте положительное. Увидь это хорошее, что Бог говорит о твоей ситуации. И, конечно, нам каждому нужно отношение с Иисусом Христом. Нам нужно приближаться к Иисусу. Нужно быть в отношениях с Ним. Нужно, как с другом, отношение. Об отношении, я думаю, с Богом вы уже все хорошо знаете. Пастор нам об этом очень много учит, очень много рассказывает и объясняет. Я надеюсь, что мы стараемся и делаем эти отношения с Иисусом, что у нас есть эти отношения с Иисусом. Такое есть решение. У Бога всегда есть решение. Все от нас самих зависит. Все зависит от того, как мы смотрим на вещи, как мы видим эти вещи, как мы читаем Божие слова. Мы это на свою жизнь применяем или думаем, а это было в то время у Иисуса, что же я, я же ничего. У других пусть будет, а мне нет. Тебе самой нужно идти тренироваться, понимаешь? Самой нужно есть Божие слова. Мы сейчас ходим с мужем в спортивный зал. Представляешь, если бы я шла только рядом с ним и смотрела бы, ой, как он поднимает весы. И у него росли бы мышцы, сильные, сильные. Тело стало бояться. У меня что было бы, у меня не было бы, у меня не было бы такое сильное тело. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя был сильный дух и сильный, сильный тело, самому нужно тренироваться, самому нужно поднимать вес, самому нужно бежать и тренироваться. И так же самое Божьим словом, тебе нужно самому применять это в своей жизни. Не хватает только смотреть, «Ой, видишь, как я этого благословил, и этот ходит в спортивный зал, да, молодец, ну что же я?» Нет, ты можешь, ты победитель. Ты можешь быть таким же, и еще лучше, и еще ближе к Богу, еще больше приближаться к Богу. И на самом деле, Бог смотрит на нас, каждого-каждого, и верит за каждого из нас, что мы каждым можем, что мы каждым можем быть победителем, чемпионами. Мы Божьи дети, мы рождены по Его образу и подобию. И Бог тот, кто всегда побеждает, всегда побеждает. И у Него нет нерешаемых проблем, понимаешь, нету. И твоя проблема Он решит. Знаешь, Иисус никогда не скажет, «Подожди, у меня сейчас нет времени, приди через три дня». Как в наше время. Когда ты стоишь в очереди в государственном каком-то. И Он приходит, записывается в очереди. Очередь через месяц, проходит месяц, Он опять приходит. И этот специалист, там через два месяца. Приходит та очередь, а вам еще и энергет, там через неделю. И сколько уже время прошло, Он со своей болезнью ходит. У Иисуса так нету. Он приемлем всегда. Он не скажет, «У меня нет времени, знаешь еще что?» Он говорит, «Приходите ко мне все». Он ждет именно тебя. Всех Он ждет. Он не говорит, «Подожди, эти избранные, а вы не приходите ко мне, вы не избранные». Он так не делает. Он ждет каждого. Он говорит, «Приходите ко мне все». «В любое время, в любое мгновение». Он говорит, «Я хочу облегчить вас, успокоить. Доверься Богу. Доверься Богу. Приходи к Нему. Иди ко мне все. Я хочу вас успокоить». Так говорит Иисус. Помни этот стих. Когда тебе тяжело, помни и говори, что Бог решение твоей проблемы. Бог ответ твоей проблемы. Может быть, мы могли бы сейчас все стать, вместе помолиться. Спасибо тебе, дорогой Небесный Отец. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, что ты говоришь, чтобы мы приходили к тебе, что ты говоришь, что ты хочешь нас исцелить. Ты говоришь, чтобы все приходили к тебе, Господь. И что ты говоришь, что у тебя есть решение. В тебе спаси Господу свои проблемы. Дома, скажи Господу свои нужды. Скажи все, что тебе нужно от Него сегодня. Не стесняйся. Проси много. У Него много. Там нет ограничений. Там нет ограничений. У Него очень много для тебя приготовлено. Проси у Него. Скажи Ему. Скажи, что тебе нужно. Как этот прокажанный, который приходит к Иисусу, у которого не было. Разрешено приходить к Иисусу, но Он пришел к Иисусу. Приди к Иисусу в этот момент. Скажи Ему свои нужды. Небесный Отец, мы приходим к тебе, Господь. Приходим к тебе, Господь, со своими нуждами. Отец, мы видим решение. Мы видим решение своим проблемам. Мы видим решение, Господь. Я верю, Господь, что каждый, кто здесь, в этом месте, каждый, кто верит в Тебя, получит исцеление своей плоти. получит исцеление Своей Духу и Своей Души. В это мгновение, Господь, прикоснись и исцели. Иисус прикасается к Тебе. Он протягивает руку к Тебе. И Он исцеляет Тебя. Он хочет исцелить Тебя. Он хочет освободить Тебя. Он хочет помочь Тебе. Доверься Ему. Доверься Ему. Доверься Ему. Он благое Бог. Он благое Бог. Он хочет только хорошее Тебе. Только хорошее. Спасибо Тебе, Господь, что Ты исцеляешь. В это мгновение Ты исцеляешь. Ты исцеляешь, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Пусть Твоя сила проявляется. Пусть Твоя сила проявляется. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Спасибо Тебе. Продолжение следует...